Приветствую вас! Давайте разберем ваш вопрос. У меня появилась проблема, которую не знаю, как решить. С мужем не живу третий год. Он за границей работает, содержит нас. Детей у нас нет, живу в его квартире. Муж спокойный, адекватный человек, с ним надежный. Но пять месяцев назад познакомилась с другим. Он параллельно моему мужу с ним и секс, и время проводить мне весело. Муж собирается прилететь скоро. Если он и пролетает, то это максимум два месяца назад. К нему не могу, пока не могу полететь. Все это время не одобряли визу. Я в растерянности новый молодой человек. Пока жениться не хочет, детей не хочет. Но я полюбила его сильно. Не знаю, как буду жить после него со своим мужем. И разница у нас большая. Мне двадцать один мудит тридцать четыре. Молодому человеку двадцать девять. Ну, я думаю, что вот первое, на что здесь можно обратить внимание, это на то, что вы тяготеете к надежности. Тяготение к надежности связано с тем, что вы, вероятно, не чувствуете себя в безопасности. То есть, если человек себя в безопасности не чувствует, он тяготеет к надежности. В свою очередь, это говорит о том, что вы себе не доверяете и на себя не полагаетесь. Но косвенно на это указывает факт, что муж вас содержит. Поймите меня правильно, ничего плохого в том, что вас содержит, нет. Совершенно ничего плохого в этом нет. Я просто больше говорю о том, что всё вместе. Вот как бы всё, именно всё вместе. То есть, всё в одном. И вот всё, что вы описываете, всё, что вы описываете, в купе создаёт вот такое ощущение, что вам полагаться на себя нелегко. Ну и, соответственно, раз вам на себя полагаться нелегко, раз вам сложно на себя полагаться, то, конечно, вы будете человеком, который надежнее. Вот только, как бы, ваши собственные желания, потребности, ваша собственная реализация остаются, конечно, здесь за кадром. И, в общем и целом, возникает неудовлетворенность. Конечно, неудовлетворенность возникает ещё из-за того, что с мужем вы, по большому счёту, живёте не вместе. И это... Это... Ситуация, на мой взгляд, связана с тем, что вы не выстраиваете с мужем достойные себя коммуникации, то есть не отстаиваете свои, свои интересы, понимаете? Вот. То есть здесь, в какой-то момент, совершенно очевидно, произошёл конфликт, конфликт интересов, понимаете? И этот конфликт интересов стал возможен благодаря тому, что вы не отстаиваете свою позицию. К сожалению. Вот. А в этом направлении я бы рассматривал, да? То есть сформулировать свою позицию в принципе. Вот. Мне кажется, что в этом молодом человеке вы так же, как и в первом, нашли опору. Ибо опору сами, вот, для себя вы не ощущаете. Следующий момент. Это, конечно, кризис в отношениях с мужем. Он прилетает. Я бы вам рекомендовал обратиться вместе к психологу семейному. Вот. И рассмотреть как-то ту ситуацию, которая сложилась. Вот. Потому что так может продолжаться ещё. Ещё три года. И, в общем-то, ещё три года ничего может вполне себе не измениться. Вот. Поэтому нужно что-то решать. Нужно выяснять что-то и так далее, и так далее, и так далее. Естественно, про то, что у вас появился молодой человек, говорить не обязательно. Измена здесь – это следствие. Говорить нужно именно о проблемах, которые, ну, присутствуют. Именно у вас с вашим мужем. И их решать. А не, как бы, о следствиях. Не о следствиях говорить. Следствие просто переключат внимание. Абсолютно не нужно. И, в общем-то, ничего вы не решите. И вам нужна личная терапия по проблемам, которые я указал. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует...